Здравствуйте! В эфире программа МЧС «Экстренный вызов» и я, представитель ведомства Елена Левин. Чтет об тебя косатки живы, а волонтеры пытаются помочь косаткам выйти в море, то есть идут немножко. Еще примерно час будет держаться вода, дальше будет опять от них. Именно так комментирует ситуацию с косатками сотрудник Камчатского спасательного центра Александр Борисов на третий день масштабной операции по их спасению. История с четырьмя млекопитающими, среди которых двое взрослых и двое малышей, прогремела на всю Россию. За судьбой косаток следили, казалось бы, буквально все жители страны. Обессиленных животных, застрявших на мелководье в Люмане, обнаружили 2 октября в селе Устьевом Соболевского района. Буквально через несколько часов вокруг косаток собралось около 30 человек. Это сотрудники местного отделения ГИМС, местного пожарного постацот, а также волонтеры. Не оставил ситуацию без внимания и лично глава Соболевского района Андрей Воровский. Добрый день, друзья. Находимся на Лимане у села Устьевого. В Лиман сегодня с утра зашли 4 косатки, 2 взрослых и 2 детеныша. Сейчас уже отделение ГИМС присутствует, организовано полив водой косаток. Привезли 2 помпы, тоже будем поливать косаток. И просим, предлагаем всем волонтерам, кто есть, присоединиться к нашей группе. Для того, чтобы косаток спасти, нам целый день надо, чтобы они продержались, потому что убрать их с помощью техники мы не сможем. Поэтому будем ждать прилива и, соответственно, чтобы они вышли сами. Так как из-за отлива и мелководия млекопитающие не могли дышать, их действительно приходилось поливать водой. В противном случае был риск того, что косатки задохнутся. И помимо этого, животных периодически двигали на более глубокое место, чтобы, когда придет прилив, они смогли уплыть в открытое море. Делать это приходилось вручную, потому что коварность Лимана в том, что дно его покрыто илом, и техника никак не может подойти. В первый день все мужчины были с краснокнижными животными до темноты. Была надежда, что с наступлением прилива косатки уйдут в море, но, к сожалению, они смогли придвинуться к открытой воде ближе только на 2 километра. До выхода в море оставалось еще примерно 1 километр 800 метров, но вновь отлив и вновь косатки застревают на мелководье. При этом животным от голода становилось только хуже, к тому же очень сильно начала сохнуть их кожа. Днем этого же дня в Соболевский район прибыли спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России. Правда, по другому поводу. К тому моменту, помимо прочего, река Большая Воровская начала выходить из берегов и топить село. Перед спасателями стояла задача в случае необходимости оказать помощь людям. Часть из сотрудников МЧС действительно осталась в населенном пункте, а вот часть отправилась на помощь косаткам. Давай, прилип пониконечку, начинается. Давай, ты смотришь. Чуть-чуть осталось. Твоя семья уже почти плавает. Вот тот же, тот уже почти всплыл. Вот этот еще нет. Сотрудники Камчатского спасательного центра находятся на мелководье по спасению косаток. Косатки застряли, так как не смогли выплыть во время прилива. Сейчас спасатели вместе с волонтерами обливают косаток, чтобы их кожа не засохла. Скоро начнется прилив, будет полноводье, и косатки должны выплыть до, получается, места, откуда они должны выплыть, осталось всего 2 километра. Наступил прилив, но, к сожалению, косатки так и не уплыли. Предполагается, что они просто-напросто дезориентировались за эти дни и не смогли найти выход. При этом животные все время соглашались уходить только вчетвером, не желая покидать свою мать, которая по непонятным причинам была несколько труднее, чем остальным. Вот что утром 4 октября в эфире радио Камчатка рассказал глава района Андрей Воровский. Вчера вечером уже по итогу дня, когда стало темнеть, мы предложили волонтерам уже оставить это занятие. Почему? Потому что стало темно, но есть возможность, наверное, в темноте случайно винтом водки задеть животных. Поэтому попросили всех оттуда удалиться. На сегодняшнее утро мы запланировали, вот у нас в один выдвинулся. Сейчас информацию, наверное, в место дадут, ниже косатки или нет. Потому что все-таки дно лимана, оно такое, ну, конечно, своеобразное. Там фарматор, он петляет. И я тут порадаю, что косатки, наверное, где-то у них нарушенная авталлокация была. Почему они зашли туда и не могут выйти? Ну и, наверное, будем пробовать уже, вариантов особо нет, брать бели, постараться по одной и вытащить пусть. Потому что за два дня, скорее всего, они уже голодные, обессилили, и надо им помогать. Туда сегодня собираются наши волонтеры. Ну и вот у нас подтопление особо лево было. Коллеги из МЧС тоже молодые ребята приехали. Мы сюда тоже это все звено направили. Вот, я думаю, что общими усилиями сейчас будем постараться их вытащить. У нас, в принципе, там две крупные копатки. Основная проблема в них, потому что они ложатся на грунте, ну, тяжелые. А две, которые моложе, они постоянно вот вокруг них крутятся. Свои рекомендации, как правильно поливать животных водой и каким образом их двигая не травмировать, присутствующим давали также сотрудники Кранотского заповедника, Владивостокского океанариума, а также ветеринар Москвариума. Днем 4 октября ситуация начала развиваться стремительно. Косаток, по словам Андрея Воровского, попытались отогнать лодками. Параллельно наши спасатели совместно с волонтерами в течение нескольких часов руками направляли животных в более глубокое место. В итоге глубина воды была достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. До выхода из лимана им оставалось около километра. Через несколько часов косаткам удалось выбраться в открытое море. Ребята молодцы, все отработали. Люди радуются, не меньше косаток. Спасибо всем. Не менее напряженной на Камчатке остается ситуация, связанная с массовым выходом медведей в населенные пункты. В телеграм-канале Главного управления МЧС России по Камчатскому краю мы регулярно информируем людей о том, где был зафиксирован выход хищников. Все данные, которые у нас есть, только со слов очевидцев, которые сигнализируют службу 112. День, два, три, неделю публиковали мы сообщения и вдруг резко нарвались в комментариях на негатив камчатцев, которые стали обвинять ведомства в бездействии. Мол, почему вообще допустили такую ситуацию и почему спасатели ничего не делают и не отстреливают медведей? И тут настало время пояснить некоторые моменты. Ситуацию, связанную с выходом хищников в населенные пункты, контролирует не МЧС России, а Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края, а также муниципальные власти. Недавно, учитывая всю остроту положения, там приняли решение увеличить количество оперативных групп, которые будут оказывать содействие органам правопорядка при реагировании на выход в населенный пункт хищников. Принимаются и другие меры реагирования. При этом особое внимание уделяется Петропавловск-Камчатскому городскому округу. Вот что рассказал на днях в эфире радио Камчатка Дмитрий Щепицын. Дополнительно с главами муниципальных районов уточнились по оперативным группам, которые созданы в помощь сотрудникам правопорядка на территории каждого муниципального образования. Особое внимание, конечно, обратили на Петропавловск-Камчатский. И сегодня как раз мы совместно с коллегами из администрации Петропавловск-Камчатского городского округа еще раз уточнили эти группы, их состав и так далее. Плюс администрации Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение о введении готовности повышенной для всех сил РСЧС, единая система. Значит, по поручению губернатора состав групп увеличен. Ведем работу сейчас следующим образом. То есть анализируя обращения граждан, безусловно, определяем локации хищников. В частности, для более оперативного реагирования в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона разработали карту, на которой отмечаются выходы медведей в населенные пункты. Кроме того, в два раза увеличены группировки по борьбе с хищниками. Если медведей не удается отогнать в лес, к сожалению, их приходится отстреливать. И на сегодня уже вынуждено ликвидировали десятки косолапых. Министерство полностью координирует эту работу не только на территории Петропавловска, но также и в других муниципалитетах. Все под контролем. В дополнение также хочется отметить, что сотрудники МЧС России не отстреливают медведей, но потому что у спасателей нет оружия и не отгоняют их в лес. Единственное, что нами проводится по наших слов инициативе, информирование населения о том, где были зафиксированы выходы медведей и о том, как обезопасить себя при встрече с ними. Обращаем внимание на то, что мы не спихиваем, как говорится, себя ответственностью. Тут речь идет о разграничении полномочий. Ну а так как за последнее время участились случаи, когда пришедших в населенный пункт медведей начинают гнать на автомобиле, мы в очередной раз напоминаем, почему не стоит этого делать. Люди не знают, кто находится за поворотом, кто находится за домом. Там может находиться ребенок, может находиться мама с детьми, с коляской, пожилые люди. Медведь, он в непривычной обстановке, да, он бежит, его гонят, он может сбить этого человека, зацепить неаккуратно, а встретившись лицом к лицу, может и напасть. То есть здесь он непредсказуем, он ни в своей, ни в лесной обстановке, он себя чувствует не в той тарелке. В этом случае, если вы увидели медведя, самое лучшее, это ни в коем случае, если вы на машине, не гонять его, а просто отслеживать маршрут его передвижения, позвонив при этом 112. Эта служба сообщит в полицию, в другие специализированные органы, которые приедут и примут решение, что делать с этим медведем. Ночью 1 октября, а именно в 22 минуты первого, жители Петропавловска-Камчатского взбодрил подземный толчок, который оказался очередным авторшоком августовского мощного землетрясения. Его магнитуда составила 6,3, сила до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась. Как напомнили сейсмологи, авторшоковый процесс таких землетрясений, которые мы пережили в августе, может продолжаться до года, а наиболее интенсивная фаза – около месяца. Но ощутимые события могут продолжать беспокоить чувствительных граждан еще месяца-два. Ученые написали в своем телеграм-канале, что природа решила их порадовать еще одним отчетливым авторшоком. Цитирую. Это очень здорово, ведь для нескольких экспериментов, которые сейчас развернуты в камчатском филиале, такие события очень даже на руку. Ну а пока сейсмологи радуются очередной возможности провести исследование, мы напоминаем о том, как камчатцам подготовиться к подземным толчкам. Учитывая, что Камчатка является сейсмически опасным регионом, и землетрясение может произойти в любой момент, напомню, как подготовиться к подземным толчкам. На случай, если при сильном землетрясении вы примете решение покинуть здание, заранее наметьте путь движения с учетом малого запаса времени около 15-20 секунд до наибольших колебаний и толчков. Заранее определите наиболее безопасные места, где можно пережить толчки. Это проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места внутренних капитальных стен, колонн и под балками. Наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, лестничные проходы. Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями. Научите детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствии взрослых. Проведите дома репетиции. Заранее прочно закрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к полу. Не устраивайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Надежно закрепите люстры и люминесцентные светильники. Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и речные площадки. На сегодня это все, но мы по традиции напоминаем вам единый номер вызова всех экстренных служб 112. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если же вы планируете выезд труднодоступной и места имеете при себе спутниковый телефон, набор осуществляется через плюс 112. Помните, что ваша безопасность – это прежде всего ваша ответственность. Берегите себя. До скорых встреч!